Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня я бы хотел поговорить о ноже производства компании Zero Tolerance, конкретно о модели 801BW или Blackwash. Моделька эта сделана по дизайну Тодор Эксворда, а конкретно является неким олицетворением в производстве модели, кастомной модели Singularity. И сразу скажу, что в лучших традициях я не буду как-то сильно касаться самого ножа, а буду какую-то ерунду говорить рядом с ним не стоящую. Вот. Ну, поехали. А вы знаете, иногда такая вот черта есть, дурацкая характера, хочется сделать что-то гадкое такое. Вот порой бывает, но я не знаю, откуда она идет на самом деле, а из чего растет, но бывает. В моем конкретно случае это происходит как? Так, я хочу снять обзор какой-то, про какой-то нож, но мне не просто хочется снять обзор про какой-то нож. Мне хочется конкретно сделать какой-то такой разгром, развал и прочее. И вот как-то летом я сидел и думал, хочу, хочу, хочу. Ну, душил, 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 но в итоге думал, да ладно, давай попробуем. Ну, а с чего начать? Естественно, с компании Zero Tolerance. А справедливости ради здесь нужно сделать отступление, потому что не все это знают, но мои отношения к компании Zero Tolerance, оно как бы вот только смехом и как-то воспроизводится. Потому что если тут не смеяться, то реветь придется. Ну, это вот мое отношение. Очень емко, классно и кратко высказался один подписчик в комментарии. Он на другую тему говорил, но фраза, мне кажется, подходит. Вот олицетворяет именно мое отношение к ножам компании Zero Tolerance. Это ножи скорее для потребителей, чем для пользователей. То есть я не хочу вдаваться в детали, но на произведениях Рика, да, по-моему, 560-я была модель, для меня компания Zero Tolerance как-то закрылась. Потому что ножа там нет, ломика вменяемого тоже нет, есть какие-то дебильные насечки, совершенно невменяемые, которые не позволяют нормально нож использовать. Есть как бы подшипник, зачем он на ломике. Ну, то есть вот все эти моменты, да, в совокупности, они как-то хоронят компанию. И решил я, естественно, с нее начать. Во-первых, потому что Singularity и Totrexford мне очень нравятся. А во-вторых, потому что, ну, ржать-то самое то, что называется. И вот я как-то на барахолке Ганзе нашел этот нож, новый, все замечательно, по вменяемой цене. Ну, заказал, обратился к человеку, купил, без проблем все произошло. Приезжает ко мне коробочка, я открываю. И тут меня в первый раз ломает достаточно сильно. Ну, давайте я буду показать, почему. Вот почему. Я достаю нож и не могу понять, а где насечки, ребята? Где? Где эта необходимая совершенно вещь для комфортного удержания? Без нее же, блин, никак вообще. Ну, где? Может, мне бракованный экземпляр попался? Черт его знает. Ну, в общем, вот это меня так круто так подкосило. Думаю, блин. Вот это да. Ну, думаю, ладно, давайте посмотрим дальше. Вот. Ножик открыл. Ну, справедливости ради, здесь 165 грамм. Нож достаточно компактный. 89 миллиметров в клине, 4,5 миллиметровый обух, Элмакс на клинке, Blackwash, по-моему, это фирменное название, Кершу, и Титан. Ну, то есть, все вроде как чин-чинарем, все прилично. И второй момент, который меня немножко поразил, это то, как нож сведен. Я сейчас не буду копаться, показывать, но вообще, в принципе, в чем буду, попытаюсь, по крайней мере. Я думаю, видно, что кончик, ну, для зетишки, ну, просто убер-деликант. И для нормального ножа, каш, толстый, но для ЗТ это просто какая-то песня. И я начал мерить, и смотреть, у меня получается, что 0,7. Ну, это много, да, я согласен, но, блин, для ЗТ 0,7. И, в общем, потихонечку, полигонечку, я понял, что обзоры на поржать у меня не выйдет. Почему? Потому что, как бы, нож-то мне нравится. Смешно, да, то есть, компания Zero Tolerance, как бы, и я, а нож мне очень нравится. То есть, безумно. Я хочу сказать, что этот обзор, вообще, он будет состоять из нескольких видео. Что? Конкретно это видео посвящено модели ZT 801 Blackwash, а вот следующее будет посвящено другому ножу. И там мы немножко посравниваем. И вот там будет несколько неприятно конкретно зетишке, но об этом мы будем говорить отдельно. Пока я все-таки хочу оставить некий позитивный эпитет. Вы знаете, я понимаю, что здесь нет заслуги конкретно компании Zero Tolerance, а есть заслуга Тодда Рексфорда, но эргономически этот нож просто, ну, песня. То есть, лично для меня, для моей, ну, не самой маленькой руки, у меня где-то 10,5 сантиметра вот в этом месте, может быть, чуть побольше, ножик очень приятно лежит, очень комфортно, мне очень нравится. Скажем так, насечка на флипере, на плавничке, абсолютно вменяемая, флипует. Ну, скажем так, не то, чтобы прям пушечно, но вменяемо. Клипса убогая традиционно для крупных компаний, но она, да, она убогая. Тут не поспоришь. Однако, это одна из самых грамотных клипс, которые встречаются, на мой взгляд, на серийных ножах. Начнем с первого. Во-первых, она не полностью погружает нож в карман. Не до конца. Она оставляет буквально отверстие для темляка. При этом, скажем так, нож не выпирает из кармана на пол рукояти. Он прячется в нее достаточно глубоко, но настолько, насколько, чтобы удобно было его оттуда доставать, вне зависимости, повязан у вас темляк или не повязан. То есть, сама по себе клипса имеет, она достаточно упругая. При этом, абсолютно спокойно садится на карман, не глядя, вообще никак. То есть, да, в плане визуальном, в плане эстетики, она никакая. Это чисто серийная клипса, чисто серийного ножа. Но в плане функционала клипса просто никаких претензий вообще нет. Ножек на кармане был довольно часто, довольно много. И сейчас он постоянно на кармане, потому что ему еще тесты предстоят. Постоянно, так или иначе, я как бы с ним пересекаюсь. Как вы можете заметить, но я бы не сказал, что клипса сильно потерлась. Может быть, где-то есть что-то, но, в общем-то, качество покрытия достаточно высокое. Дальше. Помните, как-то, упоминая Заба, мы говорили про обонки? Здесь все сделано очень аккуратно, в этом плане. Ничего в глаза так не бросается. Вообще-то, в плане дизайна к ножу, ну, лично у меня очень мало претензий. Вот в нем как-то все, что называется, каждый лык в строку. Все в нем втыкается туда, куда надо втыкаться. Отдельно хочу объяснить про вот этот момент, который, в принципе, люди, которые давно смотрят мой канал, должны уже, что называется, задаться этим вопросом. Как я вот такой момент проработки выхода на рекаса могу считать меняемым? То есть, отсутствие чойла и соответствующие последствия при заточке. Скажу так, друзья, чойл бывает двух видов. Бывает, когда его нет, а бывает, когда он есть, это понятно, но еще бывает момент, когда он сделан невменяемо. И таких моментов немало. Начиная от, допустим, Т-лайт эдишн, скажем так. Показать не могу, к сожалению, но все, у кого был Т-лайт, особенно с Детелем, они, я думаю, представляют, о чем я говорю. И это просто брак. А бывают просто неправильно сделанные чойлы с точки зрения именно заточки. Об этом я буду делать отдельный материал. Там просто надо показывать, и он, знаете, он на копошение блохи, блох похож. То есть, как бы, вот в нем реально такой потребительской, прям какой-то серьезной надобности нет. Это просто, скажем так, уже завороты тараканы конкретно нажиманские. Помимо всего этого, чойл сам по себе не всегда благо. Он не всем удобен. У многих чойл просто цепляется за, как бы, разрезаемый материал, и некоторые люди его не любят и не делают. И считают, что нож, который, как бы, не имеет чойла, это благо. А то, что там будет какой-то непроточенный участок, будет немного неэстетично при заточке, это уже дело десятое для подобного рода потребителей, пользователей, простите. И, в принципе, я не могу с ними спорить. Это выбор каждого. Поэтому я не считаю на сто процентов неверным, когда производитель не делает чойлы. Я бы делал, но, опять же, его нужно делать правильно. Вот как бы, допустим, ну, из живых таких примеров нормальных ножей, где сделан чойл правильно, а где неправильно, это торрент. Вот, он там сделан неправильно, и, допустим, сибензокорейсари он там сделан, ну, чуть ли не идеально. Вот. Но, возвращаясь, опять же, к зетишке. Как вы могли заметить, вот, что называется, докопаться в плане дизайна, в плане эргономики, в плане каких-то таких моментов, у ножа не так много мест. Но они есть. И об этом мы, наверное, будем говорить в следующем видео. А совокупно, резюмируя по тому, что сейчас хочу сказать. Друзья, вы знаете, если это один из первых шагов компании Zero Tolerance в сторону нормального ножевого производства, то это просто песта реально. Почему? Потому что в последнее время мне очень тяжело покупать Benchmade и Spider. Не с позиции того, что они дорогие, а с позиции того, что они говно. То есть, в плане изготовления, вот, особенно американское производство Spider и Benchmade, ну, такие косяки на клинках, что, ну, просто не передать словами. Это надо показывать, постоянно демонстрировать. Но ты, естественно, этого не делаешь, потому что зачем? Просто устал. И хочется, чтобы появились, как бы, ну, в достаточно широком изобилии резаки других предприятий. Да, но не таких, как, допустим, Columbia River Knife & Tool, которые делают, ну, что называется, из говна и палок, да? Зато дешево. А нормальные, вменяемые. И к чести Zero Tolerance надо отметить, что Zero Tolerance, она прекрасно работает с дизайнерами. Она хорошо, то есть, представлена достаточно интересными моделями. И если эти модели будут склоняться в сторону резаков, это будет, на мой взгляд, песня просто суперская. А конкретно этот, 801, мы еще будем тестировать. Elmax на нем будет сталкиваться лоб в лоб с еще одним Elmax. Я думаю, многие зрители канала знают, что это за нож, с каким конкретно Elmax будет, что называется, стычка. Вот, поэтому будет интересно, до чего там дотермичились в кай. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.